Ну, наконец-то, последний урок. Сяду сюда. Мне все это понадобится. Ой, надо было догадаться, что они упадут. О, нет, Эмми идет. Эй, аккуратнее, подруга! Ах, она упала. Ты что, пыталась меня убить? Или что это было? Я не хотела, правда! Да ладно. Думаю, я знаю, как решить эту проблему. Пустая бутылка лежит без дела. Возьмите резак и отрежьте у нее горлышко. Будьте аккуратнее, не порежьтесь. Возьмите молнию и расстегните ее до половины. Проведите вдоль одной стороны горячим клеем, но аккуратнее не испачкайте пальцы. Когда подсохнет, прижмите ткань внутри бутылки, которую вы только что обрезали. А теперь возьмите ручки и маркеры и положите в свой новый пенал. Теперь они в безопасности. Нужен маркер, Лили? О, как мило! Спасибо! Зачем покупать дорогой пенал, если можно сделать его своими руками? У всех есть такая подруга, которая постоянно болтает. Даже если идет урок географии. И я такая, конечно, я пойду с тобой на танцы, только если ты нормально подстрижешься. Тихо! Ничего, что я пытаюсь слушать. Да, София что-то задумала. Она хочет, чтобы я замолчала. Что ж, я прикушу язык, а точнее проткну. Посмотрим, что получится. Эй, Лана! Ты хотела, чтобы я прекратила болтать? Ну вот, тогда смотри. Ах, боже мой! София, кто-нибудь помогите! Что опять? Господи, ты что сделала то, что я думаю? Ну, если приглядеться, то становится понятно, что все не так, как кажется. Дай сюда. Похоже, у нас тут завелся мастер розыгрышей. Вы обе отправляетесь к директору. Розыгрыши — это очень весело, но за них всегда приходится платить. Будь оптимистом, Лана. Зато София, наконец, замолчала. Похоже, Кевин готов делать что угодно, лишь бы не учить уроки. Кевин, чем ты здесь занят? Молодой человек, займись уже делом. Кевин, похоже, время развлечений закончилось. Пора садиться за домашнюю работу. Да и мне есть чем заняться. Правда, как только мама уходит, Кевин опять хватается за телефон. Смотреть видео в своей комнате здорово, но стоит подумать о сигнализации. Прикрепите пластиковый крючок к углу двери крючком вниз. Затем еще один к стене прямо над дверью. Вот так. Затем возьмите резинку. Привяжите ее к нижнему крючку и проденьте через второй. Протяните ее над дверью, где находится еще один крючок. И после этого привяжите конец резинки к своему телефону. Вот так. В следующий раз, когда вы будете смотреть видео вместо уроков, а мама неожиданно зайдет, вас больше не поймают с поличным. Хм, похоже, Кевин наконец-то взялся за ум. Не думала, что настанет день, когда он будет меня слушаться. И вы тут же возвращаетесь к любимому занятию. Смотреть видео с машинами целый час. Круто! Бывало так, что вы отдыхали на перемене, и тут случалось немыслимое. О, нужно срочно подзарядить телефон. Эй, София, у тебя случайно нет зарядки? К сожалению, София хранит ее в том же кармане, что и свои женские штучки. Боже, это самый неловкий момент во всей моей жизни. Пойду попрошу зарядку у кого-нибудь другого, ладно? Почему самые неловкие моменты происходят именно в школе? Не переживай, Лана, такое случалось со всеми. Ну, почти. Кто-нибудь знает, в каком году родился Леонардо да Винчи? Кажется, Лана знает ответ, мисс Эпплби. Похожая история искусств, лучшая колыбельная для Софии. Дай мне взглянуть, как ты ответила на вопрос номер пять. Вау, ты лежишь прямо на попе учительницы, София. Это точно не моя подушка. Не могу поверить, что я оперлась на пятую точку, мисс Эпплби. Нарочно не придумаешь. Надеюсь, она не заметила. А еще надеюсь, что на меня не переползли какие-нибудь бактерии. Фух, вот теперь мне лучше. Привет, красавчик. Ты мужик? Ладно, забудь. О нет, твоя нога. Все, успел до начала урока. Боже мой, он знает, что к его кроссовке прилипла туалетная бумага. Да, вот там. Господи, София, смотри. Кевин таскает за собой грязную бумагу. Какие же вы злые. Ой-ой, хоть бы посмотрел на себя перед выходом из туалета. Да, это было неловко. Ну, ничего себе, я чуть не уснула из-за всех этих учебников. Не переживай, я не сплю, я не сплю. Окей, вернемся к Сократу. Так, где жил этот парень? Знаете что, думаю, на сегодня хватит философии. Время подкрепиться. А можно потише, София? Прости, но я хочу есть. Мозг сегодня отлично поработал. Почему, когда пытаешься что-то тихонько открыть, получается столько шума? София, перестань. Мне надо как следует подготовиться, завтра экзамен. Окей, вот мы и подошли к лучшей части. Ты серьезно собираешься хрустеть на всю библиотеку? О, нет, мой телефон. Ну и кто теперь шумит, а? Чья бы корова мычала, Лана? Все еще не нравится этот хруст? Да, наконец-то пора вставать. О, я тебя тоже люблю, мой мишка. А самое лучшее по утрам, это то, что можно придумать себе классный наряд в школу. Посмотрим, чтобы такого надеть. Вау, вы только посмотрите, все такое классное. Как тут выбрать? И столько цветов. О, да, Дамбо, мой любимый диснеевский мультик. Но в этом наряде все-таки кое-чего не хватает. Сегодня я значу быть принцессой. Но на самом деле этот наряд не подходит. Вот так намного лучше. Эй, уже семь утра. Я вообще не выспалась. Кажется, пора в школу. О, у меня все болит. Я бы лучше ходила в пижаме. Но вроде как надо переодеться. Посмотрим, что у нас есть. Почему вся моя одежда такая некрасивая? Надо купить новую. Мне все еще надо что-то надеть. Ну, я же уже одета. Зачем все усложнять? Хорошо, что все решилось. Ну что, Белла, сегодня важный день. Ты думаешь, мы готовы? Время примерить первый лифчик. О, да. Вау, мы их еще и в школу наденем. Какой же длинный день. Пора снять этот дурацкий лифчик. О, да. Какое облегчение. И почему мы вообще должны их носить? Что может быть лучше в первый школьный день, как не новые школьные принадлежности? И, конечно, новая сумма. Но самое главное – все разложить четко и по кармашкам. Ровная стопка тетрадок. Сделано. Пенал для карандашей. Сделано. Фломастеры, ручки и карандаши. И все остальное. Хм, да и скотч всегда может пригодиться. Оливия, ты уверена, что тебе все это нужно? Так, без клеевого пистолета точно не обойтись. Возьму. Ну вот, теперь я официально готова к новому школьному году. И последний штрих. Пожелайте мне удачи. Оливия, пора собираться в школу. Оливия! Боже, как я не хочу в школу. И что мне сюда класть? Все знают, что в первый день никто не учится. Но карандаш мне, наверное, понадобится. А вот бумаги точно достаточно. Ох, мои очки. Не в этом году. Ладно, пожалуй, я пойду. Оливия, такими темпами ты дойдешь до школы через неделю. Добро пожаловать в школу, Оливия. Доброе утро. Да, я проснулась как раз вовремя. Какой отличный день, чтобы пойти в школу. О, смотрите, я уже одета и готова к выходу. Да, и прическа удалась. Похоже, у меня еще куча времени. Я успею накраситься. Доброе утро. Эмили, вставай. О, боже, где я? В который час? Господи, как мне заставить эту чертову штуковину замолчать? Ого, Эмили, ты спишь вместе с бейсбольной битой? Ах, наконец-то. Что же мне надеть? Что-нибудь чистое сойдет. Субтитры сделал DimaTorzok